Глаза боятся, а руки делают. Таков девиз нижегородских предпринимателей. Сейчас в этой области работают около 600 тысяч нижегородцев. В регионе зарегистрировано более 118 тысяч компаний. На встречу с главой региона приехали представители всех районов области. Каждый подготовил целый список вопросов, которые необходимо решать немедленно и по-другому никак. Самая распространенная проблема – завышенные, по мнению бизнеса, платежи за коммунальные услуги. Из-за стоимости своей продукции я имею рост электричества в два раза. Если посмотреть на то, сколько мы потратились на газ, то, как ни странно, газовщикам можно сказать спасибо. Они нас всего лишь на 14% подперли. Если мы посмотрим с вами на вырос, к примеру, жидких жидовых отходов, а это обязательно составляющего производства, мы все время об этом забываем. Здесь рост наблюдается 44%. А если накоснёмся мусора, твёрдый в годовых отходов, то рост составил 134%. Ответ получают сразу из первых уст. Мы имеем возможность повлиять на эти результаты. Но тогда, когда мы знаем, что вы там на столе подписали, поэтому давайте приходите. Кроме слишком дорогой коммуналки, предприниматели страдают от своей безграмотности. К примеру, Борский городской округ. Здесь в бизнесе, можно сказать, каждый третий. 27% налогов в местный бюджет платят предприниматели. Причём большинство занято не в торговле, как это было ещё 10 лет назад, а в строительстве и производстве. Так вот, несмотря на развитость сектора, многим предпринимателям не хватает знаний. Предприниматели либо боятся идти во власть и пользоваться этими сегодняшними услугами, либо просто от своей безграмотности правильно не оформляют и, соответственно, не имеют возможности участвовать в этих представленных программах. К эффективному сотрудничеству с властью призывают предприниматели во всех сферах. Ведь если о проблеме не скажешь, то о ней никто и не узнает, а значит, она и не решится. Эта встреча – один из способов взаимодействия. Для помощи малому и среднему бизнесу создано профильное министерство, где расскажут, как и когда можно получить помощь в становлении своего дела. С 18 августа стартует новый виток финансовых программ 2014 года. У нас с этого года увеличена программа по компенсации по первому платежу лизинга на 50%. Если она раньше была 2 миллиона, теперь 3 миллиона рублей составляет. У нас новая программа по приобретению оборудования для производственных компаний. Если компания приобрела до 12 миллионов рублей оборудования, до 6 миллионов ей компенсируется из бюджета Нижегородской области. Словом, все вопросы бизнеса глава региона услышала, профильное министерство зафиксировало. Будут работы встречаться непосредственно с теми предпринимателями, которые оказались в непростой ситуации. Главное не молчать. Екатерина Снабкова, Сергей Пермовский, Объективное ННТВ.